Страны Центральной и Восточной Европы частично ушли под воду. Невиданное наводнение унесло жизни как минимум 10 человек. Четверо пропали без вести. В Польше объявлен режим стихийного бедствия. Затоплены тысячи домов и сельхозугодий. Многие районы без электричества. Занятия в школах и детских садах отменили. Власти призывают жителей эвакуироваться по первому требованию. За ситуацией следит корреспондент КТК Денис Брагин. Количество погибших от наводнения в центре и на востоке Европы увеличилось до 10 человек. Такие данные приводят сегодня местные СМИ. Циклон Борис принес в европейские страны проливные дожди. От непогоды страдают населенные пункты Польши, Чехии, Румынии, Молдовы и Австрии. В окрестностях Вены во время откачки воды утонул спасатель. Для устранения последствий разгула стихии задействовали солдат. Река Дунай вышла из берегов. Это привело к перебоям с электроснабжением и наземными перевозками. Тысячи жителей покинули дома. Здесь творится ужас. Страшно подумать, что будет дальше. Мой дом уже под водой. Интересно, вернется ли в него моя семья когда-нибудь? В Польше это наводнение назвали самым масштабным за последние 100 лет. На юге страны ввели режим стихийного бедствия. Занятия в детсадах и школах приостановили. Около двух тысяч человек эвакуировали. Но некоторые еще пытаются спасти свои дома и имущества. Я приготовил мешки с песком и насосы, но не знаю, помогут ли они. Сейчас невозможно предсказать, что произойдет. В один из регионов Польши прибыл премьер-министр. Он призвал граждан подготовить все необходимые вещи и своевременно эвакуироваться из опасных районов. В некоторых регионах ситуация очень драматична. Подтвердилось несколько летальных случаев. Еще раз призываю людей следовать рекомендациям спасателей. В Чехии высота воды в реках поднялась до уровня, какого не видели полвека. Потоки на улицах уносят машины и смывают строение. Ситуация ухудшается на глазах. Час назад течение было не сильным. А потом уровень стал подниматься на десятки сантиметров. И скорость течения резко выросла. Бороться с ним сейчас бесполезно. На юге страны прорвало крупную плотину. Земля пропиталась влагой, и вода остается на поверхности. Это увеличивает риск падения деревьев, предупреждают спасатели. В Чешской республике пришлось эвакуировать 12 тысяч человек. Пожарные занимаются происшествиями, связанными с наводнением. В частности, поваленными деревьями. За последние сутки мы насчитали больше 200 упавших стволов. Непогода в Чехии может отразиться и на приграничных районах Германии. В Дрездене рабочие очищают русло Эльбы от частей рухнувшего моста. Если вода поднимется, центр города окажется под угрозой затопления. Пытаемся выиграть время. Мы должны как можно скорее вывести обломки моста, которые сейчас дробят и грузят на самосвалы. В Молдове из-за ливней затопило Кишинёв и десятки других городов. На востоке Румынии серьёзно пострадали 12 населённых пунктов. Из домов вывезли 250 человек. Общий размер урона ещё не подсчитали. Прогнозы синоптиков пока неутешительные. В ближайшие дни на большей части Европы ожидают осадки. Денис Брагин, Владимир Бахчеванов, КТК.